МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Правительственная связь». Сегодня наш собеседник, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики Михаил Вячеславович Янковский. Добрый вечер, Михаил Вячеславович! Каковы объемы дорожно-ремонтных работ на этот сезон? Ну, прежде всего, я бы хотел дать некоторую характеристику дорожному хозяйству в Чувашской республике. И сказать, что хозяйство у нас большое, общая протяженность дорог у нас в республике составляет почти 11,5 тысяч километров. Есть федеральные трассы, это трасса М7, трасса А151, трасса Вятка. И полторы тысячи километров региональных дорог, которые связывают между собой региональные центры. Но оставшиеся километры – это местные дороги, которых, как вы видите, очень большое количество. Поэтому, исходя из того, что дорожный фонд у нас в республике сегодня сформирован на 2013 год, и объем общих ассигнований по дорожной деятельности составляет более 3 миллиардов рублей, мы, соответственно, и планируем основные мероприятия, которые будут распределены по статьям расходов. Ну, в частности, вот на дорожную деятельность мы направляем 2 миллиарда 845 миллионов рублей. 230 миллионов добавят местные бюджеты. По условию софинансирования это обязательная составляющая использования дорожного фонда. Вот отсюда мы основные направления будем и определять. – Ну, если в километрах, то сколько километров трассы, ну, если вытянуть в одну линию, нужно отремонтировать? – Хорошо. Я приведу такие цифры, что на капитальный ремонт, на ремонт и на содержание региональных дорог мы в этом году выделяем 1 миллиард 277 миллионов рублей. В километрах, по результатам обследования, которые мы практически завершили по республике, это составляет у нас более 94 километров. То есть это общая продвиженность участков дорог по разным направлениям, в разных районах, которые будут отремонтированы по региональным дорогам. Что касается местных дорог, то эта сумма еще больше увеличена в этом году, составляет 1 миллиард 765 миллионов рублей. Это больше, чем в прошлом году, процентов на 45. И поэтому местные дороги тоже не останутся, соответственно, в стороне, и по ним объем финансирования в этом году будет увеличен. – Собственно, уже сезон открыт, сезон ремонтный, и он достаточно успешно продолжается. Но, тем не менее, совсем недавно прошла информация, что по вашему ведомству идет не выполнение работ, которая обозначается достаточно серьезной, солидной суммой. Откуда такая информация? И так ли это? – Ну, я могу так прокомментировать эту информацию, что сезон дорожных работ практически начался с 1 мая. Мы работаем 20 дней. На сегодняшний день объем освоенных средств составил 166 миллионов. Сезонность, она присутствует, поэтому освоение и массовая работа, она и начинается тогда, когда наступает сезон дорожных работ. Мы эти объемы будем наращивать, и, соответственно, те миллиарды, которые я вам сказал, они в течение года должны, безусловно, быть освоены, и они будут освоены. Поэтому я не подтверждаю эту информацию, что освоение идет недостаточными темпами. Районы и муниципалитеты деньги получили, начато их освоение, и мы уже фактически выплатили 166 миллионов рублей за выполненные работы. – То есть со средствами проблем не будет? Главное – уложиться в отведенное природой время. – И это то же самое. Безусловно, сезонность в придорожных работах присутствует, и это традиционно для нашей республики и для других регионов. Но, тем не менее, мы также ставим себе задачу, чтобы качественный ремонт, ямочный ремонт и те ремонтные работы, которые необходимы в течение всего года, они выполнялись и в зимнее время, и в осенний период, и на, соответственно, надлежащем качестве. – Михаил Вячеславович, очень волнует всех автомобилистов, и не только автомобилистов, пассажиров, всем, кому приходится перемещаться на автотранспорте. Будет ли в этом сезоне решена проблема ремонта в ночное время, работы в ночное время? Говорим об этом неоднократно, и постоянно сталкиваемся, в частности, как в прошлом году в районе Цивильска, когда довольно большой участок трассы был перекрыт, затруднено доезжение тому. – Я вам так скажу, такую задачу и поставил глава нашей республики, и это действительно вызывает некоторые неудобства для жителей, в первую очередь, конечно, для нашей столицы, ну и по федеральной трассе М7 в сторону Цивильска, вы знаете, Янзокосы, это два участка, по которым идут реконструкции, и определенные меры по ним и подрядчикам, и нами принимались. По Янзокосам могу сказать, что на сегодняшний день участок перехода через газопровод, он пройден, там сделано достаточно широкое и хорошее полотно дорожное, по нему транспорт не задерживается. А вот чуть ниже, в сторону Янзокосов, там действительно взят за работу новый участок, там несколько ограничено движение двумя полосами, и там, да, действительно скапливается транспорт, в основном, конечно, в дневное время. Ночью несколько раз ездил, там пробок практически нет, наблюдается, но этот участок будет в реконструкции в течение всего лета, и чуть-чуть нужно будет потерпеть, чтобы все-таки мы провели эту реконструкцию. Нет, тридцать, чтобы за счет работы в две смены максимально сократить. Там будут, совершенно верно, там будут организованы работы в три смены, иначе мы растянем эту реконструкцию по этому участку на неопределенный срок. Податчик такую задачу получил, и он уже начал ее исполнять. Что касается городских наших проблем по транспорту, то, безусловно, по городу Чебоксары мы в этом году продолжим работу, которая начата была в прошлом году. Это и завершение Марпосадской развязки. Сейчас работы там ведутся. Там особых трудностей по затрудненному движению не наблюдается. Но это завершение базового проезда, который на сегодняшний день также уже начинается работа по перекладке коммуникаций. И самое главное, что хочу сказать, что мы в этом году должны приступить с подрядчиками за реконструкцией проспекта Ивана Яковлева. Вот это сложнейший участок с множеством расположенных коммуникаций, которые нужно переносить. И вот здесь мы с подрядчиком должны и выработать график такой работы, чтобы в основном работы выполнялись в ночное время, чтобы нашим автобюристам было удобно пользоваться этим проспектом. Да, там объезжать все-таки очень проблематично. Во время работы, да. По городу Чебоксары также хочу добавить, что в принципе проблемы по заполнению транспортом, конечно, есть. Почему? Потому что так сложилось, что город Чебоксары в основном по основным транспортным магистралям, они имеют радиальную систему дорог. Это было заложено в генеральном плане, который несколько раз рассматривался и корректировался. Эту систему нужно несколько изменять. Мы вот совместно с городом будем прорабатывать изменения генерального плана. В частности, очень напрашивается соответствующее третье транспортное полукольцо, которое разгрузило бы весь транспорт в городе существенно и значительно. Вы знаете, это от контура и до проспекта 9-й Пятилетки. И это было бы третье кольцо. А второе у нас президентский бульвар, по которому действительно транспорт идет очень активно. И есть определенная разгрузка. С городской администрацией будем отрабатывать этот график движения. И сделаем все для того, чтобы нашим автолюбителям было удобнее пользоваться транспортом при проведении строительных работ. Михаил Вячеславович, все работы, как Вы сказали, в основном большая часть оплачиваются из Дорожного фонда. Как он на сегодня пополняется? За счет чего? Насколько активно? Дорожный фонд пополняется за счет нескольких источников. Я назвал сумму, которая на сегодняшний год определена. Это дорожная деятельность по Дорожному фонду. 2 миллиарда 845 миллионов рублей. Это в основном, конечно, транспортный долог, составляющий его небольшая. Это где-то в районе 470 миллионов рублей. И самое главное, это акцизы на нефтепродукты. Они у нас заложены в размере 2 миллиардов рублей. Кроме того, мы пополним Дорожный фонд за счет федерального бюджета. 213 миллионов рублей мы уже получили. Должны их осваивать по объездной дороге Ново-Чебоксарска. Это адресное направление средств. И, естественно, там должно быть освоение. Ну и небольшой остаток, который сложился по результатам прошлого года. Это порядка 184 миллионов рублей. Но и пополнение уже на сегодняшний день составляет на сегодняшний день 857 миллионов рублей. Это где-то чуть не дотягиваем до 50%. Но это пополнение все время идет. Поэтому все средства, которые будут заложены, мы, естественно, должны их осваивать. Михаил Вячеславович, сложившаяся система проведения аукционов на размещение государственного и муниципального заказа, в частности, на выполнение дорожно-ремонтных работ, она позволяет быть уверенным, что заказчик попадется добросовестный. Потому что были случаи, когда в прошлом году их особенно много, чтобы выиграть конкурс, фирмы искусственно занижают, специально занижают стоимость работ. В результате они сами не могут справиться с объемом, не дают работать другим организациям более успешным. Ведете ли вы черный список таких ненадежных партнеров? Действительно, такие прецеденты были. Это связано с применением различных пунктов и положений 94-го федерального закона, который позволяет, в принципе, любым строительным организациям, подрядным организациям участвовать в электронных торгах, на электронной площадке, сбивать цену, может быть, в какой-то степени осуществлять сговор с другими подрядными организациями, которые явно не претендуют на победу в этом конкурсе. И тем самым побеждать и потом не выполнять договорные условия. Мы, безусловно, с этим боремся. Боремся вместе с Министерством экономического развития, который ведет реестр недобросовестных подрядчиков, выполняющих эти работы. Мы также знаем тех подрядчиков, которые участвуют и применяем к ним и штрафные санкции. Но, правда, это уже в послеконкурсный период, когда они начинают срывать сроки выполнения работы. И вот, к сожалению, очень многое зависит от конкурсных комиссий, в том числе те, которые конкретный конкурс проводят. Критерии, которые должны закладываться в конкурсную документацию, они должны быть более жесткими. В том числе и, например, такой критерий, как отсутствие данной фирмы в реестре недобросовестных поставщиков услуг. Это очень сильный такой критерий, который позволяет конкурсной комиссии правильно принимать соответствующее решение. Мы следим за этой ситуацией и надеемся, что вот с 2014 года вступит закон 44-й федеральный, который будет контролировать и как-то регулировать основные положения 94-й в части ужесточения мер к недобросовестным подрядчикам. И мы, надеюсь, и раньше, и с 2014 года будем им пользоваться в полной мере. По основным строительным подрядчикам, те фирмы, которые давно на рынке, которых мы знаем, по которым мы можем регулировать процесс строительства, конечно, по ним не было таких случаев. Я имею в виду мощные фирмы, обладающие достаточной техникой, системами контроля и всем необходимым. Они ведут себя соответствующим образом. Это Чуваши Автодор, это Воддор строят, это ДЭП-146. Они, соответственно, выполняют все виды работы очень качественно и стараются их выполнить в срок. Хотя по ним тоже бывают моменты, когда качество, соответственно, приходится корректировать. По мелким фирмам в основном такие прецеденты были, это по районам. Те, которые привлекаются и проводятся конкурсы среди муниципальных районов. И, как правило, что мне не нравится и что, может быть, каким-то образом непосредственно влияет на принятие решений, это то, что некоторые главы районов стараются привлекать к выполнению дорожных работ местные строительные организации, которые не обладают достаточным опытом, не обладают дорожной техникой, но все-таки побеждают аукционы, а потом, значит, они выполняют эту работу некачественно. Вот с этими проблемами мы постоянно боремся, занимаемся вместе с муниципальными районами и будем продолжать эту работу. Качество работы, вот вы сами затронули эту тему, действительно вопрос, который волнует общественность и, можно сказать, даже будоражит ее. Почему после, вроде бы, удачно проведенного ремонта прошлым летом участок дороги после зимы выглядит еще хуже, чем до ремонта? Что у нас такие страшные тяжелые зимы или просто такое качество работы? Ну, я выскажу свою точку зрения как строитель, который давно занимается строительством и как руководитель дорожной отрасли. Я думаю, что здесь совокупность факторов. Ну, во-первых, конечно, нужно соблюдать технологии, которые выполняются при ремонтных работах. Если говорить о новых технологиях, то это, безусловно, такие технологии, которые позволяют выполнять ремонт и в повседневный, и всесезонный период, и сделать его достаточно на хорошем уровне. Что я имею в виду? Мы применяем различные технологии. Это и литой асфальтобетон, это и холодный, и горячий асфальтобетон, это и щебеночно-мастичный амастикой асфальтобетон, который выполняется как слоеный пирог. Это и различные добавки типа унирема, пластификаторы и так далее, и так далее. Вот если эти технологии применять, то должно быть, соответственно, качественное оборудование. Основные наши строительные организации им обладают, а те, кто не обладает, то, конечно, делают вот этот брак, о котором вы говорите. Но у меня давно сложилось мнение, что при любом ремонте, при любом строительстве дорог, самое главное, влияет и на качество выполняемых работ, это основание дороги. Это то, что является несущей конструкцией для дорожной одежды. Если в этом плане будет все нормально и, соответственно, проведены, например, инженерно-геологические изыскания, а на них, ведь вы знаете, что многие строительные фирмы экономят, и мы сейчас в министерстве проводим очень жесткую политику в том плане, что под любую дорогу, особенно регионального и межмуниципального значения, инженерно-геологические изыскания, они должны проводиться в обязательном порядке. Это даст реальную картину по основанию и будет соответствовать качеству при выполнении. Поэтому вот такие мероприятия мы проводим. Ну и еще и контроль осуществляется со стороны заказчика. Это обязанность по градостроительному кондексу. Со стороны подрядчика это тоже обязанность по градостроительному кондексу. И основные строительные организации все-таки имеют свои лаборатории, и путем отбора образцов они могут проверить вот эти вот образцы, которые не соответствуют на сегодняшний день. Хотя понимаю, что есть проблемы, и, как вы сказали, те ремонтные участки, которые выполнены вроде бы недавно, они, значит, со временем, относительно быстрого времени приходят в негодность. Бывали ли случаи, когда подрядчика заставляли переделывать некачественно выполненную работу? Сколько угодно. Особенно по городским округам мы заставляли переделывать отдельные участки, заставляли снимать асфальтный бетон некачественно уложенный. И это мы будем делать постоянно, потому что мы средства, освоенные средства, оплачиваем только тогда, когда, соответственно, качество обеспечено, и когда выдана гарантия от производителя на выполненные работы. И они по гарантийному сроку обязаны выполнять ремонт гарантийный по разным фирмам от трех до пяти лет. За этим тоже ведется контроль. Запланировано ли в этом году строительство новых автомобильных дорог в республике? В основном строительство новых дорог у нас предусмотрено в очень ограниченном объеме. Я вам говорил, что раньше по программе модернизации строительства дорог, которая действовала у нас с 2006 года, вы правильно подметили, что она у нас действует до 2025 года. Основные объемы, конечно, были выполнены в то время, в 2006-2010 год. Это хорошее, нормальное явление. И, в общем-то, мы в Федеральном дорожном агентстве на хорошем счету, у нас плотность дорог при выполнении этой программы составила 321 километр. Это первый показатель в ПФО. Поэтому проблемы сейчас не столько в строительстве дорог, а в их правильном содержании и проведении своевременного ремонта. Почему я так говорю? Потому что по нормативным требованиям ремонт и капитальный ремонт проводятся, соответственно, через 6 и через 8 лет. И соответствующие вот участки этих дорог, они потихоньку приходят в негодность. И мы их выявляем по результатам сезонного весеннего и осеннего обследования. И, естественно, направляем эти средства на туда, куда требуется переочередной вот этот вот ремонт. Строительство дорог тоже осуществляется, в том числе и в сельской местности. Но мы вот в этом году, в 2013, выделили 122 миллиона рублей на строительство сельских дорог, в том числе и вне населенных пунктов. 70 миллионов примерно мы отправим на продолжение начатых уже объектов. И еще около 45 миллионов на вновь открываемые. Это в основном те объекты, которые действительно уже по сельским улицам пришли в такое нехорошее состояние, если можно так выразиться, по которым действительно требуется срочное принятие каких-то мер. Такие работы, это строительство, эти работы тоже у нас в этом году будут выполняться. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики Михаил Вячеславич Янковский. До следующего сеанса правительственной связи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok